Театральный Оскар так называют «Золотую маску». Так же, как и у знаменитой кинонаграды, у российской премии нет денежного эквивалента. Тем не менее, это самый престижный и желанный трофей для артистов, режиссёров, художников и композиторов. В этом году церемония вручения призов впервые состоялась в онлайн-формате. Коллектив Пермского театра-театра получил пять масок, все за спектакль «Винил». Он был признан лучшим мюзиклом минувшего сезона. Этот спектакль рождался сложно. На его создание ушло несколько лет. Работа над ним шла практически параллельно с реконструкцией большой сцены театра-театра, которая оснащена новейшими механизмами, имеет несколько движущихся секторов. И новые сценические возможности в полной мере использованы в мюзикле. Чтобы посмотреть этот спектакль, жюри «Золотой маски» специально приезжала в Пермь. Эксперты оценили не только спектакль в целом, но и присудили персональные награды. Дирижёру Татьяне Виноградовой, актёрам Илье Линовичу, Марату Мударисову и Анне Огорельцевой. Так коллектив театра-театра встретил новость о присуждении наград. Актриса Анна Огорельцева в это время находилась на репетиции, откуда её срочно вызвали к экрану монитора, где шла трансляция награждения. И тут прибегаю я. Ну, в общем, да, это какой-то шок, радость, буря эмоций, даже непередаваемые. Если честно, я до сих пор не осознаю, что происходит. Года три назад я мечтал, я ложился с этой мыслью и думал, как же я буду говорить речь на «Золотой маске», представлял. И всё вышло по-другому. Я вышел и говорю, а-а-а-а, и не знаю, что сказать даже, потому что эмоции так переполняют. Молодые актёры говорят, очень благодарны всей постановочной команде и своим педагогам по театральному курсу. К слову, «Золотые маски» театр-театр получает в геометрической прогрессии. Одну за мюзикл «Алые паруса», три за постановку «Восемь женщин» и вот теперь пять. В театре шутят хорошая тенденция. Дело всё-таки не в количестве масок, хотя сам по себе фестиваль «Золотая маска» он важен и нужен. И дело даже не в соревновании, потому что это возможность, чтобы о театре услышали за пределами театра, за пределами города, чтобы показывать свои спектакли. В Москве, что очень важно, всё-таки это главная площадка страны. Две «Золотых маски» в этом году у традиционного фаворита конкурса Пермского театра оперы и балета. Эксперты высоко оценили балет «Боедерка». Приз за лучшую женскую роль был присуждён солистке Полине Булдаковой. Это первая маска в её карьере. О, Боже, здравствуйте! О, Боже! Не знаю, как реагировать. Спасибо огромное. Спасибо большое всем, кто был со мной, кто работал со мной. Спасибо моим педагогам, Алексею Григорьевичу, за эту возможность. Боже, спасибо вам огромное. Эксперты отдали награду ещё одному пермскому балету на восточную тему – шахерезада. В этом случае было оценено световое решение спектакля. И маску получил художник по свету Алексей Хорошев. Юлия Зыкова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова